Здравствуйте, мои дорогие и любимые друзья! Это ваш второй прогноз на 2 сентября. Как всегда, пройдемся по всем знакам и зодиакам и вытащим по одной карте для каждого знака. Первая карта для наших дорогих и любимых овнов. Паш. Паш Жезлов. Какие-то начинания могут быть, известия, новости, позитивные события. Может быть, появится новое хобби, может быть, появится новый фокус, стремление к чему-то. Начинать то, чего раньше не делали, пробовать себя в какой-то новой сфере деятельности. Кто-то, может быть, устраивается на новую работу, кто-то начинает обучаться, получать какие-то новые знания. Кто-то, может быть, будет держать аскезу, либо регулярно ходить на спорт, обучаться чему-то. Это, может быть, еще физические какие-то, может быть, навыки, я не знаю, там, учиться как, не знаю, на карате кто-то ходит, или там танцами кто-то будет заниматься и так далее. Разные здесь могут быть моменты. Или здесь вот такой вот позитивный настрой, потому что здесь вы можете получить хорошее известие, которое вас могут подтолкнуть к каким-то действиям, новым начинаниям, каким-то возможностям. Здесь, может быть, появляется какая-то возможность, потому что гениальная идея у вас появилась, и вы тут же начнете, может быть, заниматься этим. Это могут быть новые проекты, это может быть свой личный бизнес, если вы хотите его открыть. Телец. Королева. Королева мечей. Принятие какого-то решения, что-то нужно будет обдумать, проанализировать, осознать, осмыслить, узнать, может быть, выяснить что-то здесь. Или, если это не касается вас, то, может быть, здесь вы будете нуждаться в профессиональной поддержке. Может быть, будете брать консультацию у кого-то, у какого-то профессионального человека. Это могут быть юридические какие-то вопросы, и такой человек будет вас направлять, помогать. Или, может быть, это врач, стоматолог, это, может быть, и руководитель. Но, если это касается темы руководителя, то здесь вот руководитель может давать вам в очередной раз какую-то ответственность, связанную с каким-то интеллектуальным проектом. Это также могут быть какие-то сферы, связанные с писаниной или там IT, с программами какими-то работать. Здесь принятие каких-то решений важных, может быть, нужно будет. Здесь быть не эмоциональными в своих действиях и поступках. Может быть, ваше окружение как-то будет реагировать эмоционально в этот день, а вы наоборот, вы будете здраво оценивать ситуацию, потому что вы уже приняли решение, вряд ли вы уже поменяете свое мнение. И здесь вы смело как бы можете избавляться от кого-то или принимать какие-то твердые, четкие решения в своей жизни. Вот. Но здесь вряд ли будете эмоциональными. Близнецы. Туз. Туз-чаш. Новые начинания, возможности, предложения могут быть, подарки, сюрпризы, разговор какой-то может состояться, новости можете получить, которые вас обрадуют, поддержка, взаимопонимание может произойти, новые отношения, новый роман, любовь, если вы, конечно, свободны. Это также может быть новости о беременности, если для вас эта тема актуальна. Вообще здесь духовный рост, духовное развитие. Тузы часто указывают на новые начинания, либо какие-то возможности. Может быть, здесь кто-то вам что-то будет предлагать совершенно новое, и вы примете, или, может быть, вы нуждаетесь в поддержке, помощи, и, судя по этой карте, она к вам поступит. Это, может быть, хорошие выгодные предложения, подарки, сюрпризы. Вот что-то будет вам поднимать настроение. Когда вот то, что вы будете делать, или решения какие-то вы будете принимать, или новые начинания, которые вы начнете делать, это даст вам наполненность, это даст вам рост, это даст вам вот именно какие-то достижения. Если вы к чему-то идете, или вы хотите начать что-то, и вы задаете себе вопрос, а что за этим последует, что вы получите от этого, вот здесь вот будут очень хорошие результаты. Шестерка Пентакли происходит здесь вот какой-то обмен. Может быть, вы либо покупаете что-то, приобретаете, делаете какие-то выплаты, оплачиваете кому-то что-то за какие-то услуги, или, может быть, здесь купли-продажи состоялось, либо вы в моменте ожидания получения какой-то суммы денег, и, судя по этой карте, вы ее получите. Вот здесь вот может быть еще финансовая поддержка, помощь, либо наоборот, когда вы будете кому-то помогать, кого-то обеспечивать, кто-то будет нуждаться в вашей поддержке. Может быть, вы будете тратиться на детей, на близких людей, что-то для них стараться, что-то для них, может быть, покупать, или, может быть, кто-то у вас попросит в долг финансовой помощи. Это, может быть, и дети, если у вас есть взрослые дети, может быть, взрослый ребенок попросит поддержки финансовой. Или вы выполнили какую-то работу, сделали какой-то проект, и вам за это оплатят здесь. Колесо фортуны, приятный сюрприз, сдвиг в делах, прогресс, какие-то достижения, какой-то успех, везение, удача, когда фортуна прям сопутствует для вас в этот день. Потому что здесь могут произойти такие события, как вот есть возможность расширить, увеличить что-то. Это может быть, например, расширение вашего капитала, ваших денег. Может быть, вы начинаете получать больше и лучше. Здесь, может быть, если вы работаете на себя, то ваш бизнес, может быть, как-то увеличивается, расширяется и привлекает очень большую аудиторию. И здесь прибавляется клиент, и, конечно же, здесь прибавляются финансы. Также это могут быть поездки, путешествия, что-то касается решения вопроса, связанные с визами, с гражданством, с оформлением паспорта, каких-то документов здесь может быть. Ну, здесь вот такой вот позитивный настрой происходит. Здесь еще, может быть, знаете, как в путешествии кто-то решит отправиться, либо решать какие-то вопросы, связанные с транспортом. Может быть, вы его продаете, приобретаете. Четверка чаш. Здесь немножечко, может быть, кто-то будет вам навязываться в этот день, предлагать то, что не совсем нравится, не совсем устраивает. Обещали одно, сделали совершенно другое, может быть, здесь. Или здесь пойти куда-то, и вам может что-то не понравится. Может быть, обстановка, может быть, компания. Может быть, здесь что-то не совсем получается так, как вы хотели. Или это такой момент, когда хотите побыть в одиночестве. Немножечко, может быть, подумать о чем-то, либо, может быть, будете игнорировать звонки чьи-то. Неохота, лень, может быть, пойти, выйти куда-то с кем-то. Немножечко захотите дать себе возможность побыть наедине. Или, может быть, здесь предложение какое-то поступит к вам, а вы и откажетесь. Или не очень-то будете хотеть принять его. Как будто такое состояние. Вроде бы вы чего-то хотите, но сами не понимаете на данный момент, чего. Вот здесь вот немножечко, может быть, и раздражение будет. Может быть, что-то будет не нравится. Весы. Восьмерка чаш. Уход здесь. Может быть, уход какого-то человека происходит, когда уже было принято решение какое-то, и вряд ли здесь уже вы вернетесь обратно. Либо кому-то, либо к старому чему-то. То, что вы делали, может быть, в старой деятельности. Может быть, вы с работы ушли. Здесь вот как уйти с нелюбимой работы, как выйти с нелюбимых отношениях. Может быть, вы что-то переросли здесь, и здесь, наконец-то, принимается решение двигаться вперед. И здесь вот, может быть, даже и кто-то уйти от вас может в этот день, но это будет к лучшему. Вот здесь, если кто-то что-то будет от вас уходить в этот день, это к лучшему. Вот именно к лучшей жизни, к лучшей возможности. Потому что все-таки Вселенная будет вам дарить какие-то возможности. Здесь открывать перед вами новые двери. Это могут быть какие-то хорошие, выгодные предложения. Вот здесь вот как будто пора уже отпустить что-то, двигаться вперед, концентрироваться на будущем. Вот что-то уже пора менять, улучшать и делать то, что будет вам нравиться. Может быть, вы стремитесь к своей цели. Идете теперь на направлении, на пути к своей мечте. До этого, может быть, не было такой возможности, а теперь вы даете себе эту возможность сами. Или, может быть, кто-то от вас уезжает, уходит. Или коллега с работы увольняется, допустим, как вариант. Или, может быть, вы переезжаете. Или вы принимаете решение там иммигрировать, переехать в другой город, сменить место жительства, допустим. Или вы в поездке в этот день. Либо, может быть, здесь вот вы хотите что-то, но, может быть, что-то не сложится, но это будет к лучшему. Да, вот когда что-то уходит. Ну, например, если вы покупаете квартиру, там несколько человек претендует, допустим, да, и кто-то другой купил, она вам не досталась. Но это к лучшему, потому что будет еще лучше. Это как к примеру я провожу, чтобы смысл был понятен. Вот. Или здесь вот какие-то выгодные предложения могут быть касаться работы. Карта звезда, старший аркан, исполнение желания, реализация целей, достижения. Здесь прямо дотянуться до своей мечты, до своей звезды. Вот все то, что задумали, все то, как вы хотели, все получится, все сложится. Будете в центре внимания в этот день. Кто-то будет уделять вам внимание. Это какие-то, может быть, приятные сюрпризы. Это, может быть, когда вас хвалят, вами восхищаются. Здесь, не знаю, получаете какие-то сертификаты, дипломы, поддержку со стороны, может быть, коллег, близких и так далее. Просто здесь вас выставляют на пьедестал. Вы такая вот горящая, яркая звезда здесь посреди всех. Наконец-то здесь что-то исполняется, получается, потому что вы были целеустремленными, вы делали что-то. Была вера, была надежда. И, наконец-то, здесь вот получается, исполняется что-то. Стрелец. Пятерка чаш, эмоциональный кризис, расстройства, переживания могут быть. В очередной раз что-то может не сложиться, не получиться здесь. Вот что-то нужно будет отпустить, смириться с чем-то. Кто-то, может, подведет вас в этот день, пообещали вам что-то, но не сдержали своего слова, допустим. Но здесь не нужно расстраиваться, зацикливаться на том, что не получилось. Потому что здесь еще будут возможности поменять, улучшить что-то в вашей жизни. И ни в коем случае не нужно падать духом, винить себя, унывать, входить в депрессию. Потому что, да, здесь эмоциональный кризис, но он, может быть, нужен вам на данный момент для того, чтобы выйти на другой уровень. Это сделает вас еще сильнее. Потому что то, за чем вы шли, может быть, это не совсем было вашим. И поэтому здесь как бы оно от вас ушло. Но придет еще лучше. Поэтому здесь еще есть две возможности, два каких-то варианта. Если нужна помощь, поддержка, лучше просите ее. Вы сможете поменять ситуацию. Это всего лишь напросто младший аркан. И пятерки у нас часто символизируют кризис, но и перемены. Поэтому перемены будут. Что-то все равно поменяется. Так долго на одном месте ситуация не будет стоять. Правильно? Все равно что-то изменится здесь. Поэтому самое главное не волноваться. Не переживать и не падать духом. Соберитесь. Озерок. Карта императрица. Старший аркан. Получение каких-то денег, может быть, здесь. Получение каких-то результатов. Добивайтесь чего-то. Если у вас свое дело, свой бизнес, то ваш бизнес будет давать очень хорошие доходы. Потому что это финансовая стабильность. Это успех. Когда вы позволяете себе больше, лучше. Дорогое, красивое. Если вы мужчина, может быть, вы будете ухаживать за какой-то дамой. Вы будете на нее тратиться, что-то для нее делать и стараться. Можете пойти в какой-то дорогой ресторан, например, здесь. В какое-то такое место необычное. Также можете, знаете, получать подарки. Вот дамы могут получать какие-то очень дорогие подарки, финансы, когда вас финансово поддерживают. Также здесь есть возможность потратиться. Потратиться, знаете, пойти по магазинам пройтись, или там в спа-салон сходить, или там заняться какими-то процедурами красоты и так далее. Еще, может быть, вариант это материнство. Если у вас уже есть детки, это как позаботиться о детей. Здесь их опекать, прям любить, делать что-то для них, тратиться, создавать им комфорт и уют. Это что-то для них. Или, может быть, это новости о беременности, если для вас эта тема актуальна. Здесь вот какая-то прибыль, какие-то результаты, что-то складывается, получается. Траты еще могут быть, когда вы выплачиваете. У вас есть возможность оплатить что-то, выплатить, отдать, рассчитаться. Вот как вариант. Водолей. Пятерка мечей. Может быть, конфликтная ситуация, спора, скандал. Здесь кто-то будет напрягать, напряженная ситуация, защищаться, отбиваться будете, может быть, в этот день. Или вот немножечко кто-то будет раздражать своим присутствием, своими какими-то поступками, разговорами. И здесь, естественно, будет эмоциональная реакция. Или, может быть, здесь нужно приложить усилия в какой-то ситуации, которая будет непростая, но все равно вы выйдете победителем из какой-то ситуации, вы чего-то добьетесь. Победа какая-то остается здесь за вами. Или, может быть, кто-то будет провоцировать вас на ругань, на скандал. Или вот какой-то разговор такой может состояться, где нужно будет как бы кому-то что-то доказывать, объяснять. Или кто-то уже сделал какие-то действия за вашей спиной, а вы об этом только узнали. И, естественно, здесь вы начнете тут же добиваться чего-то. Рыбки. Карта Ирафан, Старший Аркан. Здесь у нас мудрость. Здесь у нас, знаете, когда вы мудро подойдете к какой-то ситуации, оцените кого-то. Здесь могут быть темы религии. Это какие-то, может быть, традиции семьи, которые вы будете соблюдать. Ритуалы, обряды могут происходить, религиозные. Сходить в священный храм, в зависимости, какой вы религии поклоняетесь. Это может быть церковь. Вот здесь вот общение, может быть, с каким-то таким человеком религиозным, когда вы, может быть, договариваетесь о чем-то. Ну, например, если у вас намечается свадьба, здесь вот как договариваться о своем венчании, вот что-то организовывать. Это Кристина, ребенка, могут произойти. Вот. Или здесь вот просить помощи у кого-то. И такой человек вас поймет, поддержит, он вряд ли вас осудит. Вот здесь вот прям, может быть, кто-то из старших будет помогать. Или, может быть, это благословение кого-то из членов семьи или какого-то такого старшего взрослого человека в вашем окружении. И, может быть, там ведете партнершу, партнера домой, знакомиться с родителями и ваши отношения благословляют здесь. Это может быть заключение какой-то сделки, подписка контракта. Это может быть решение суда. Если у вас есть какие-то судебные нюансы или вопросы, то здесь вот, может быть, наконец-то вот что-то получается. Или, может быть, там вы что-то делите с имуществом. Какие-то такие темы недвижимости еще могут быть. Либо вы продаете, либо вы покупаете. Можете получить какие-то ключи, если вас эта тема интересует. Вот такой у нас с вами получился расклад, мои дорогие друзья. Я желаю удачи и успехов. Хорошего вам дня, солнечного вам настроения. Если вы до сих пор не подписаны на моем канале, буду очень благодарна, если вы подпишетесь заранее. Благодарю вас за вашу поддержку. Огромное вам спасибо за ваше внимание. До завтра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok